Механик Сергей Иванов отвечает за несколько сотен грузовиков массой свыше 12 тонн. По новому постановлению, вступившему в силу 15 ноября этого года, с каждой машины берется плата за пользование федеральными трассами. Чтобы система работала, водителям необходимо стать участниками этой системы. Мужчина говорит, это совсем не сложно. Нужно обратиться в отделение информационной поддержки по адресу Победа-12, подать заявку на регистрацию, получить доступ в личный кабинет. Уже через месяц в организацию пришло 408 бортовых устройств. Здесь есть индикация. Индикация показывает заряд со своим аккумулятором. Она показывает наличие денег на счете. Все по инструкции очень элементарно. Связь через спутник работает и состояние ее как на сотовом телефоне. Процедура проста. После регистрации в личном кабинете нужно пополнить баланс лицевого счета, после чего можно либо установить бортовое устройство, либо сформировать маршрутную карту. За каждый километр государственной дороги со счета будет списан 1 рубль 53 копейки. Так, от Самары до Тольятти по М5 грузовику массой свыше 12 тонн придется заплатить около 100 рублей. За исполнением закона будет следить система контроля. Это рамочная система контроля, которая будет установлена на территории Российской Федерации по всем федеральным трассам. Рамки оснащены достаточно сложными технологичными такими камерами, несколько камер будет, на основании которых будет производиться визуальная оценка ситуации на дороге и визуально будет считываться те транспортные средства, которые проехали, либо которые с оплатой, которые без оплаты. Для тех физических или юридических лиц, которые нарушили правила и проехали по дороге федерального значения без оплаты, предусмотрены штрафы. Чтобы сэкономить на возможных наказаниях, уже больше 80% пользователей большегрузным транспортом в Самарской области зарегистрировали свои автомобили и установили бортовые приборы. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.